Девушки отдыхают Я вру, вру легко, потому что слов моих не проверить Ни Виталика больше нет, ни Женьки Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом Открывая нам дорогу в ад, а демонам путь в метро На самом деле, все началось в другой день В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад На метро Помню, как поднимались на эскалаторе Как вышли из просторного павильона на утопающую в зелени улицу Как летели по бесконечному небу легкие облака И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер Мама купила мне мороженое Это был последний раз, когда я его ел В тот день человечество казнили Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их А мы Мы спрятались от Бога в метро Убереглись от его гневных очей И ему стало лень выковыривать нас из нор Потом он занялся другими делами Или умер А мы остались на использованной и выброшенной земле И полетели на ней В никуда Я помню столько лишних вещей И не могу вспомнить главного Маминого лица Она умерла почти сразу после войны И все, что у меня от нее осталось Тот день В ботаническом саду Как я мечтал Вспомнить ее лицо Ее взгляд Вспомнить, как она шептала мне Чтобы я ничего не боялся Душу готов был за это отдать Я ей отдал Черные появились позже Со стороны ботанического сада Черные Огромные На голову выше Самого высокого человека Создания из ночных кошмаров Жуткие Как вывернутые наизнанку люди Чудовища Рожденные Чтобы нас погубить Молва приписывала им Чудовищную силу И неестественную злобу Говорили, что они Голыми руками Разрывают вооруженных людей Че за Это неправда Правда? Страшней Я вот тут недалеко раньше жил Ну, до войны еще На Петровке Один из всей семьи спасся На работу ехал Звонить пробовал Но куда там? А это... Что такое? Черт! Да что же это творится? Черт! Продолжение следует... 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 Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Выключить его дистанцию. Закрепить его. Попытаемся мы тут радиации. Объект чистый. Та часть, где мы сейчас точно замеряли. Мы вчера обходили дверь. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое забрание. Че-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чем? У красных мобилизация. Загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати. Ваши посты засекли сразу три разведголовейка. На поверхности. Их там отродясь столько не было. Три группы? Где? Две, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, входы ищут. Черт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет. Но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знают о фашистах. Но все же, если они путь узнают, думаешь, Орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государствами. Мы же все метро оберегаем. Все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов, помнишь? У ВДНХ это видели наверху. У нас там был внешний дозор, каленый и скальпел. Но вот они передали, что видят фашистов. Большую группу. Потом передали, что фашисты и другие. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот три дня назад только день рождения у него был. Что за отморозки это сделали? А это что за бесок? А что, вы хорошо разбираетесь в бесок? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Михалыч, это Вадим. У ребят из охранной лаборатории спроси. Код 44. Черт! Что он там уже натворил? Открываем! Ладно, пошли! В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, и коней гордых, и богатства несмертные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого нераскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы Д-6 взяли. Насколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. ...вылетает свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то? Да кто их знает? Че они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это они входы ищут. К нам, сюда. Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат. На части. А потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, что орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мяском обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про Рыжего и Каленова? Говорят фашисты. Ну и если это они. Мельник такое не забывает. Из-под земли достанет. Всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение? Как раньше, до войны еще. Летом. Перед грозой душно так становилось. Дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне два года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Хм. Точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу у него. Хорошо бы вернуться. Мельник приказал отовсюду людей выводить. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, красные мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзы. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш пятерых красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии тысяч пятнадцать народу. Массой задавят. А нас всего-то... Хорошо, если двести человек наберется. Какая разница, сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца, до последнего. И все. Вот-вот. До последнего. Герман, эти Кмельнику в штаб. По вызову. День ночи. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Артем, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил. И если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали. Повторите. На вас напали. Глуши, Галер. Глуши, да? 12. 12. Так. Артем. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черный худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник. Черный один. Он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Хорошо. Артем, отправляйся с ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца. Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артем. Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артем. Скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай. Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, Детро может ждать катастрофу. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками? Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойти от края платформы. Подаем монорельс. Да, кролик. Заскакивай. Все, кролик. Это место тебя исчерпало. Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретов Итро-2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за это. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так. Готов? Вперед. Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артем. Вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсы ехали? Ракеты на рассадник в черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я держу правду. Молодец, справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Иди вперед. Я за тобой. Давай направо. Слева тупик. Что-то их спугнуло. Будь на чеку. Зараза. Вот это скорость. А у тебя ничего, реакция. Нормальная. Так. Лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его. Завершить начатое. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде не уязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черные тебя почуют и сам вылезут. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи. Я на месте. Вижу тебя. Так. Слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Есть какое-то движение. Приготовься. Это не черные. Это стражи. Сейчас я по ним поработаю. Успел завыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Еще тройка. Тройка. Чистер! Смотри за камышами! Я его длит. Готов. Перезарядка. Перезарядка. Так, вроде всё почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Так, давай влево. Там есть обход. Кажется, вижу. Метров 30 для тебя. На два часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду чёрный. Ну что же ты? Давай! Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи слева. Он ещё там. Беру на мушку. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Ты сейчас прям угаду. Прыгай за ним, Артём. Там не обойди. Налево. Направо. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Окей. Редактор субтитров. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...